Здравствуйте! В эфире новости с вами в студии Ирина Зайцева. Сегодня главные темы. В цифрах и конкретных делах итоги работы за год подвела общественная палата округа. В рамках импортозамещения уникальное оборудование для нефтегазовой отрасли страны выпускают в Серпухове. Что бы допустили к экзамену? Сегодня девятиклассники прошли итоговое собеседование по русскому языку. Проблемы экологии, ЖКХ, благоустройство, реализация социально значимых проектов, участие в городских и областных мероприятиях. Итоги работы за 2022 подвели на первом заседании в новом году активисты семи комиссий общественной палаты округа. О главных результатах и планах общественной палаты на будущее расскажем далее. Завершение рекультивации полигонов Сьянова можно считать одним из важных событий 2022-го. Активисты общественной палаты постоянно выезжали на экологический объект, контролировали ход работы, реагировали на жалобы жителей. Разбирались и с ситуацией на заводе «Керамзит». Работали в составе рабочей группы, созданной по обращению жителей, проживающих в районе завода «Керамзит», которая осуществляла контроль за качеством атмосферного воздуха и за ходом работ по замене технологического оборудования на заводе. По проделанной за год работе председатель общественной палаты был конкретным по каждой из семи комиссий. По инициативе общественников в Серпухове был открыт первый центр сбора гуманитарной помощи на базе Дворца культуры России. Активисты постоянно дежурили на пункте, помогая фасовать гуманитарный груз. Сейчас они задействованы в изготовлении амуниции и окопных свечей для бойцов СВО. Спасибо каждому, кто дежурил, кто помогал, кто формировал груз, кто помогал его отправлять, потому что действительно это была очень сложная работа. Хочу сказать, что когда мы только начинали это дело, все говорили, как, сколько будет работать. Ну вот знаете, был такой этап, когда говоришь, мы будем работать столько над этим, сколько от нас будет нужно. И поэтому я уверена, что мы все с вами будем продолжать это благое дело и будем продолжать собирать гуманитарную помощь для наших бойцов. Общественной палатой также был поддержан проект «Киноуроки в школах» партии «Единая Россия», в рамках которого проходили кинопоказы авторских фильмов, снятых телеканалом ОТВ Серпухов. Отряд, первым делом самолеты и другие. Каждая работа пропитана патриотизмом, любовью к истории Родины и ее героям. С ноября 2022 года кинофильмы Марии Панкратьевой показывают ученикам школ городского округа Серпухов. Активисты общественной палаты участвовали во всех благотворительных городских и областных акциях. Роль общественной палаты в этой работе, в работе связи, связи жителей, донесение, наверное, объективной информации, возможно, получение обратной связи органов исполнительной власти от людей, предметно, что кого как беспокоят, без вас, без общественной палаты, я думаю, это невозможно. Уважаемые члены общественной палаты, еще раз большое спасибо за то, что вы делаете. Совместная работа муниципалитета и активных Серпуховичей дает результаты. Об этом говорили на совещании депутат Московской областной думы Татьяна Корзубова и депутат городского совета Юлия Громова. За инициативность общественники округа были отмечены наградами. Программу импортозамещения успешно реализует одно из ведущих научно-производственных предприятий России «Деловой союз». Компания разрабатывает и выпускает уникальное оборудование для нефтегазовой отрасли страны, в том числе и для фильтрации авиационного топлива. Об эксклюзивных комплексах, создаваемых в Серпухове, в нашем сюжете. Порядка 100 сотрудников. Собственный конструкторский отдел, производственные цеха, предприятие «Деловой союз» была основана в 2000 году. На сегодняшний день компания является одним из ключевых поставщиков оборудования для объектов обеспечения авиатоплива. Мы полностью соответствуем программе правительства по импортозамещению. Мы как сами являемся производителем типовых импортных изделий, так и на сегодня закупаем на 100% отечественные комплектующие для нашего оборудования. Установки для фильтрации авиационного керосина собственного производства. Это гордость предприятия. Комплексы максимально обеспечивают безопасность авиаперелетов. Уникальность данного оборудования, агрегата фильтрации топлива, заключается в степени фильтрации топлива, то есть в степени очистки. Самолет может быть заправлен только очень чистым керосином, избавленным от влаги, от мехпримесей. И задача этих установок как раз помимо того, чтобы дозированно отпускать авиационное топливо, так еще и очищать его от влаги и мехпримесей с высокой степенью очистки. Заказчики оборудования – лидеры нефтяной промышленности России. На предприятии запущена линия по производству собственных консолей, газоотделителей, фильтров и уникальных насосных автоматизированных установок. Такие комплекты измеряют массу, плотность, объем и температуру нефтепродуктов на разных этапах добычи и переработки. Производительность – 90 кубометров в час. Важной особенностью данного оборудования является то, что оно эксплуатируется на особо опасных производственных объектах. То есть оно выполнено полностью во взрывозащищенном и скорбезопасном исполнении, что исключает вероятность каких-то нештатных ситуаций и аварий. На сегодняшний день компания «Деловой союз» выпускает порядка 100 таких комплектов. В ближайших планах увеличить объемы производства и привлечь новых высококвалифицированных специалистов. У нас на самом деле серьезнейшая работа всегда идет над структурой компании, над управлением компании. Те, кто к нам, например, захочет прийти, у нас экскурсии, кстати, открыты, у нас бизнесмены приезжают к нам на экскурсии. Мы гордимся этим и стараемся передать опыт по построению компании. То есть это сложный процесс, у нас структурированы все отделы, все департаменты в компании. Вот это и позволяет, наверное, правильно управлять и из кризиса в том числе правильно выходить. Мы на постоянной основе занимаемся развитием сотрудников. Это как обучение, о котором я уже сказал, в учебном классе. У нас на постоянной основе, на еженедельной основе, например, проходят курсы в офисе по прокачке каких-то жизненных навыков. Для того, чтобы человек себя чувствовал комфортно не только на работе, но и в жизни. Мы всегда обучаем людей именно по профессии. То есть мы стараемся, чтобы никто не стоял как профессионал на одном месте. В компании «Деловой союз» для сотрудников проводится обучение по повышению квалификации, тренинги по личностному росту и занятия спортом. Предприятие планирует расширить производство оборудования для нефтегазовой отрасли России. Сейчас «Деловой союз» нуждается в программистах автоматизированных систем управления технологическими процессами, электромонтажниках, сварщиках, аргонно-дуговой сварке. Сегодня почти две тысячи девятиклассников Серпахова прошли итоговое собеседование по русскому языку. Оно является допуском государственной итоговой аттестации. Наша съемочная группа побывала в школе номер 18, чтобы понаблюдать, как проводится это испытание. При входе в школу – регистрация девятиклассников. Все вещи и сумки они оставляют здесь. С собой берут только черные ручки и паспорт. Софья Алтухова уверена в своей подготовке, но волнения все равно присутствуют. «Заходила на специальные сайты, готовилась, читала тексты, пересказывала родителям, училась правильно формулировать мысли для монологического высказывания. Определенное волнение, конечно, есть, но я уверена, что все сдам». В 18-й школе проходит собеседование 90 школьников. Для удобства ребята разделены на группы. В школу они приходят по 6 человек и после регистрации заходят в аудиторию ожидания. Здесь девятиклассники заполняют бланки. В кабинетах идет проверка оборудования. И далее ребята по одному заходят на собеседование. «В аудитории присутствует сам участник итогового собеседования, ребенок, учитель, который беседует с ним, организует беседу, то есть собеседник и эксперт, оценивающий работу. Это учитель русского языка и литературы, имеющий высшее образование. Видеонаблюдение офлайн и два варианта аудиозаписи. Это потоковая аудиозапись, которая ведется уже сейчас. И индивидуальная аудиозапись, которая включается во время ответа каждого ученика». На итоговом собеседовании присутствует общественный наблюдатель. Он вправе заходить в аудиторию либо до ответа школьника, либо после. Во время самого собеседования перемещения по кабинету запрещены. Ничего не должно отвлекать участников. «Первое задание было прочитать текст, и потом второе задание было его пересказать и вставить цитату. В третьем задании там нужно было выбрать тему и сделать монолог на тему, которую я выбрала. В четвертом задании там был диалог, когда задают вопросы, и ты на них отвечаешь. Четыре задания, получается, было. Я думаю, что прошло все успешно». Итоговое собеседование длится 15 минут для каждого участника. Для учеников с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов отводится 30 дополнительных минут. В этом году все учащиеся сдавали итоговое собеседование в своих образовательных учреждениях. Тем, кто получит незачет, пропустит, либо не завершит собеседование по уважительным причинам, можно будет пройти его 15 марта и 15 мая. Уже после первого сеанса существенно снижается болевой синдром, а по выполнению курса лечения возвращается нормальная активность суставов, связок и мышц. Эта речь идет об ударно-волновой терапии, которая зарекомендовала себя как высокоэффективная. Насколько она результативна, знают пациенты Центра восстановительной медицины. Мы понаблюдали за процессом лечения и восстановления. С настроем на выздоровление. 35-летняя Екатерина Сапега – новичок в Центре восстановительной медицины, но уже прочувствовала на себе эффект лечения без лекарств, с разумным сочетанием физиопроцедур и занятиями на специальных тренажерах в зале. О болях под лопаткой и в пояснице уже начинает забывать. Инструктор постепенно нагрузки Екатерине увеличивает, опираясь на то, что организм откликается правильно. В зале Екатерина проводит час и так три раза в неделю. Сегодня у нее еще и сеанс ударно-волновой терапии, по рекомендации врача и по совету подруги, которая испытала на себе эффект чуда аппарата. Ударно-волновая терапия – это метод лечения, при котором инфразвук, словно теплая морская волна, воздействует на мягкие ткани, связки, сухожилия, места крепления мышц. Среди основных эффектов отмечается уменьшение боли, снижение воспалительных проявлений, восстановление подвижности суставов, ускорение регенеративных процессов, улучшение микроциркуляции. Сама процедура является безболезненной, не требует специальной подготовки и последующей реабилитации. Условно можно сравнить свои действия массажиста, но массажист может оказывать влияние только на ткани на глубине сантиметра два. Аппарат проникает при определенной настройке и смене насадок, проникает на глубину до шести сантиметров. То есть, если есть какая-то проблема, блок достаточно глубоко, а мышечная ткань, она же слоями лежит, как минимум в три слоя. Чтобы достать до этого блока, мы применяем данные насадки и получаем результат. Не вмешиваясь, не внося ничего химического, не внося ничего вредного, мы создаем условия, при которых сам организм лечит то или иное заболевание. А что у нас, как говорится, еще лучше, чем собственный организм знает самого себя и может сам себе помочь. Основная, конечно, патология, с которой к нам обращаются, это так называемый плантарный фасцит или в народе пяточные шпоры. Это вот большая часть. Очень много пациентов с артрозами коленных суставов, с артрозами тазобедренных суставов, плечелопаточные переартериты. Эпикондилиты локтей, скажем так, вот эти патологии встречаются часто. Не очень часто или, скажем так, редко, наверное, обращаются те, у кого острое состояние спины. Вот прихватила спину, поясницу, между лопаток, шейный отдел. Процедура переносится хорошо. Пациент удобно располагается на кушетке, врач на проблемную область наносит специальный проводящий гель, выставляет необходимые параметры на аппарате и устанавливает манипулятор в нужную зону на теле. При этом учитываются так называемые триггерные точки, которые отличаются для каждого заболевания. Продолжительность одного сеанса составляет 7-10 минут на одну зону. После процедуры пациент может сразу же покинуть центр и вернуться к привычной жизни без каких-либо ограничений. Курс лечения, как правило, недлительный. Утром проснулась, болела спина, пришла, позанималась. После УВТ вообще облегчение, очень комфортно себя чувствую. Наиболее хорошие результаты процедура дает при купировании боли. Более половины пациентов отмечают улучшения уже после первой процедуры. С помощью ударно-волновой терапии возможно решать множество проблем, например, избавить от нароста в костей при пяточной шпоре. Причем эффект мгновенный. Этот аппарат мне помог. Я в течение 10 лет мучился с лопаточным периартритом. Что-то было там достаточно глубоко. И я не мог брать экстремальные веса, жать от груди. И я 10 лет, то есть я все равно их брал, я плакал. И три процедуры, это прям вот то, что происходило. Три процедуры я без каких-либо ограничений сейчас занимаюсь в зале и таскаю любые веса, которые могу себе позволить. Вообще без проблем. Ударно-волновую терапию с 80-х годов 20 века применяли для дробления камней при мочекаменной болезни. С развитием технологии она зарекомендовала себя как эффективный, неинвазивный метод лечения. УВТ оценили неврологи, реабилитологи и ортопеды. С помощью волн заживление после травм происходит достаточно быстро. Метод понравился эндокринологам. Он применяется для лечения сахарного диабета. Ударно-волновая терапия оказалась полезной кардиологам для лечения стенокардии. Поскольку ударно-волновая терапия подразумевает активную стимуляцию клеток, сегодня многие отрасли медицины взяли ее на вооружение. Риск неуместен. На последнем совещании в правительстве Московской области были названы 10 муниципалитетов с самой большой смертностью на железной дороге. Серпухов в их число не вошел, однако бдительными нужно быть по-прежнему. Рискующих своей жизнью и здоровьем людей, прыгающих с платформы на станции Серпухов, идущим по железнодорожным путям, можно видеть после каждого прихода электричек. Это почти полдень. Студенты уже добрались до учебных учреждений, однако нарушители все же имеются. При виде работников полиции они поворачивают назад. Опять же идут по опасным путям. В прошлом году на железной дороге в Подмосковье погибло 250 человек. Более половины переходили пути в неположенном месте. Новый год начался с печальной статистики. Два человека уже потеряли жизнь. Один просто был пьяный своей внимательностью, а второй молодой человек смотрел телефон в наушниках и не увидел приближающий поезд. Хотя он сигнал экстренное торможение, но все равно попал по поезде. Но слабовой молодой человек. И на пешелом переходе на станцию Подольск неместный гражданин пьяный. Народные тропы через железнодорожные пути не зарастают. По-прежнему в обход турникета идут те, кто желает сэкономить на билетах, и те, кто, как им кажется, сокращает дорогу домой. И те, и другие рискуют своим здоровьем, а порой и жизнью. Хотя билет на выход можно купить, садя с электрички, всего за 30 рублей. На выход? Конечно. 30? Конечно, 30 рублей на выход стоит. Нет. Некоторым лень подниматься. Мы призываем всех не рисковать жизнью, не ходить по путям, идти по мосту. Жизнь дороже всего. В очередной раз во время профилактического рейда об этом напоминались сотрудники полиции и администрации округа. Возможно, кого-то это остановит сделать роковой шаг. В Серпухове начала свою работу ярмарка, на которой представлена камчатская рыба и икра. Нерка, чавыча, белуга, белорыбеца, муксун, палтус. Выращена не в садках, а в дальневосточных озерах и в Охотском море. Первые покупатели уже оценили ее вкус. Привокзальная площадь, торговый центр, первый этаж. И можно просто идти на аромат. Вот она на прилавке, одна краше другой. Более 20 видов. Белуга, белорыбеца, тунец, палтус, нерка, зубатка и чавыча. Та самая, которую называют царицей лосося. А еще икра. Ярко-красная, сочная, зернистая. Покупателям разрешают сначала попробовать все, потом купить. Но после дегустации удержаться невозможно. Мария Григорьевна и Анатолий Иванович, покупатели постоянные, сегодня приобрели чавычу, кижуч и пряную селедку. Говорят, деликатесов теперь им хватит надолго. Камчатская рыба появляется в Серпухове только два раза в год. Ценители вкусностей всегда следят за рекламой и ждут с нетерпением. Потому что вся продукция качественная. Никакой заморозки, а только горячего и холодного копчения, чтобы сохранить все полезные вещества и ценные минералы рыбы – омега-3 жирные кислоты. Коптим по специальной технологии, не замораживая продукцию ни до, ни после копчения. Коптим на буке, на ольхе, на яблоневых опилках. Собственно, поэтому весь аромат и все полезные свойства сохраняются. Икра кижуча, сухая такая, зернистая, слабосоленая. Пару килограмм рыбных деликатесов приобрел сегодня Павел Минченков. Свежую и в таком разнообразии в супермаркетах и обычных магазинах не купить. Такая, что на ярмарке на вес золота. Отлично, что приезжают такие, скажем, лавки, где можно приобрести хорошую свежую рыбу, не упакованную в магазине, которая там неизвестна, сколько дечек пролежала. А настоящая свежая, хорошая икра настоящая. Ну, клево. На ярмарке и целая бочка аппетитной пряной сельди. С темной спинкой, блестящей чешуей. Галина Козикова в предвкушении ужина с картошечкой да селедочкой. Но завтра себя снова порадует. Вернется за чавычей. Рыбку-то я всякую люблю. И семгу, и скумбрию очень люблю. Ну, и селедку люблю. Поэтому сейчас взяла. Ну, и вообще, все, что я вижу, я бы все попробовала. Ярмарка «Камчатская рыба» будет работать до 11 февраля. С 10 утра до 7 вечера. Ценители рыбных, дальневосточных деликатесов, поторопитесь при вокзальной площади, торговый центр, первый этаж. А на сегодня это все. Далее прогноз погоды. Следите за новостями на сайте телекомпании, на сайте администрации, в социальных сетях. Будьте в курсе событий. Оставайтесь на нашем канале. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Натяжные потолки от установщика номер 1 нашего региона Студо и Парсек Это более 10 лет работы на рынке натяжных потолков. Профессиональные монтажные бригады. Собственное производство. Контроль качества на всех этапах изготовления и установки. Гарантийное и постгарантийное обслуживание. Обоснованная цена и все виды материалов, существующие на рынке. Натяжные потолки от студии Парсек. Доверяйте профессионалам. Бесплатный выезд технолога. Вы можете заказать по телефону 76 48 48. Код города 49 67. Звоните прямо сейчас и получите дополнительную скидку.